Здравствуйте, меня зовут Вайраги. Сегодня мои друзья попросили записать небольшой ролик, в котором бы я попытался объяснить разницу между техниками концентрации и так называемыми медитациями. В чём же между ними разница, в чём свои плюсы или же какие-то свои минусы. Но перед этим я вам расскажу историю из своей духовной практики. Я считаю, что подобные истории всегда несут какую-то энергию, всегда несут какие-то переживания, и вы можете таким образом убедиться, что всё то, что я рассказываю, в действительности правда. И так, вполне возможно, кто-то уже понял, что я пребывал некоторое время в монастыре йоги, который находится на территории Российской Федерации. Впоследствии я из этого монастыря ушёл, поскольку понял, что учитель не является учителем, то есть гуру. И я также был не согласен с его поведением, с его поступками. Но об этом не сегодня. Учитель, или же бывший учитель, он давал нам медитации в стиле раджа-йоги, то есть в стиле концентрации. Одна из любимых его техник — это вот садитесь перед стеной, на белом листе рисуете точку, чёрную точку, и сидите вот часами, концентрируйтесь. То есть напрягаете свой ум. Доходило до того, что многие из нас, из монахов, из монахинь, просто болели. Болели в силу того, что каждый из нас сталкивался с так называемой болезнью дзен. Болезнь дзен, кто знаком с техниками дзен-буддизма, они знают, что эта практика связана с неправильным распределением энергии в теле. Точно так же годика два, наверное, первые года два, пребывая в монастыре, я также болел. У меня частенько хватало и печень, и отказывало какие-то пищеварения. Хотелось очень много спать, ноги были ватными, но при этом был очень ясный ум, и ум мог концентрироваться очень долго, то есть удерживать какую-то точку. Сразу скажу от себя, техники концентрации очень интересные. То есть они, в принципе, не задействуют никаким образом энергию. И, ну, как бы это, скажем так, это полёт птицы на одном крыле. И вот спустя два года я начал, когда я уже понял, что тут у меня какие-то болезни, тут у меня с печенью проблемы, тут у меня медитация не идёт, тут я концентрируюсь, концентрируюсь, у меня медитация не начинается. И вот в какой-то момент я дошёл до состояния ступора. И в этом состоянии ступора, сидя в медитации, я понял, что, ну, блин, я настолько безнадёжен, бесполезен, туп. И там было очень много эпитетов, что я в какой-то момент сказал, ну, блин, не можешь ты ничего делать, ну вот не делай ничего, просто расслабься. Ну вот такой я, не получается у меня, и всё. То есть не идёт у меня техника концентрации, не могу я долго удерживать какую-то мысль, не могу я долго концентрироваться на Махаваке, там, Ахамбрахмасме или Сарваева Брахман, не могу. И в таких расстроенных чувствах я просто расслабился. Расслабился, и в какой-то момент, то есть я отпустил всё, я понял, что, ну, не идёт и не идёт, ну, с катертью дорога. И расслабившись, в следующее мгновение меня просто вытолкнуло из тела. Скажем так, либо некая сила, я не могу сейчас сказать, что это было, но некая сила меня просто вытолкнула из тела, причём через правую сторону. Вот, и выйдя из тела на расстояние в 3-4 метра, я увидел свою физическую оболочку. И моё тело в состоянии тонкого мира, оно не состояло из костей, плоти, кожи, что ещё, одежды там, волос, каких-то жидкостей в теле. Вот, оно из этого не состояло. Оно и состояло именно так, как описано в священных писаниях, из каналов, по которым текла энергия. Я как-нибудь впоследствии опишу это состояние. Это очень интересное переживание, когда вы выходите в тонком теле из физической оболочки и начинаете видеть людей. Это в некоторой степени весьма полезный опыт. Мы в какой-то момент можем понять, что мы не являемся этим телом, мы являемся душой, которая живёт в этом теле. И так, выйдя из своей оболочки, я стал на расстоянии в 3-4 метра и, смотря на свою оболочку, к своему изумлению я понял, в чём моя проблема. Всматриваясь, причём мой взгляд сразу же упал туда, где находилась трудность. Трудность в моём теле. А проблема была банальной. Смотря в ноги, я видел, как энергия по ногам не циркулирует. То есть каналы есть, в них есть энергия, в них есть какой-то мощный потенциал. То есть циркуляция энергии, в принципе, должна быть, но она не движется. И вот этот ступор в ногах, вот эта зажатая энергия, она не позволяла сознанию входить в состояние глубокого созерцания. Понимаете принцип? Здесь, именно в эту секунду я понял, что наше сознание непосредственно связано с энергиями. Тело — это не что-то, что когда-нибудь мы оставим. Это наша грубая, в некоторой степени жёсткая, но наша энергия. Её не нужно восхищаться, расхваливать её, но в то же самое время мы должны к ней с уважением относиться. И вот смотря на ноги, я понял, что нужно просто расслабиться. Понимаете? Два года я выполнял жёсткий тип концентрации. И наш учитель так и говорил. Вы должны жёстко в стиле забивания гвоздя удерживать точку, вы должны концентрироваться на пустоте, на махаваке, ахамбрахмасме и так далее. Ну там было очень много наставлений. Вот, я не хочу его позорить. И расслабившись, когда я вернулся в тело, я понял, что нужно просто расслабиться. Когда я вернулся в тело, я убрал все типы медитации, о которых я думал, или же я думал, что там я удерживаю свою ахамкару, то есть чувство «я». Я всё это оставил, и я просто расслабился. И в то же самое мгновение моя медитация пошла. Я утратил ощущение тела, я начал чувствовать энергию вокруг себя. Я понял, что и тело, и внешний проявленный мир — это часть некоего глобального сознания, это какой-то вселенский творческий процесс. Это необыкновенная мистическая тайна. В тот самый момент я осознал и почувствовал так же, как мои энергии в ногах начали циркулировать. К чему я это рассказываю? В техниках концентрации мы пользуемся только нашим умом. Не задействуются ни энергии тела, не задействуются внешние проявленные энергии, не задействуется ничего. Мы шлифуем изо дня в день только уровень концентрации. И в результате получается, если не болезнь дзен, то лишь какие-то неглубокие уровни переживаний, какие-то неглубокие тхьяны, если знакомы с раджа-йогой. А в медитации происходит всё наоборот. В медитации мы всегда должны удерживать правильную позу, если это сидячая поза, и пребывать в состоянии созерцания. Я вам для сравнения скажу, вот у всех у нас есть дома телевизор. Когда мы смотрим телевизор, мы ведь не напрягаемся, правильно? Мы не напрягаемся для того, чтобы смотреть новости, не напрягаемся для того, чтобы смотреть мультфильмы какие-то. Мы совершенно расслаблены, но наше сознание очень плотно и чётко удерживает необходимую нам идею, образ, ход событий и так далее. То есть вот это состояние, когда, во-первых, мы расслаблены, во-вторых, мы удерживаем, вот точно так же мы должны ощущать себя и в медитации. Если эта медитация связана с медитацией на свет, то мы просто, сидя внутри себя или вовне себя, созерцаем свет, как мир состоит из света. Если эта медитация связана со светом в чакрах, то таким же самым образом мы просто созерцаем, мы не концентрируемся ни в коем случае, мы просто на него с удовольствием смотрим. Мягко, без напряжения, без суеты, даже если приходят какие-то мысли, мы должны понимать, что мысли — это так же наша энергия, которая проявляется вот в таком вот облике. С одной стороны, мы с ними не боремся ни в коем случае, с другой стороны, мы за этими мыслями не следуем. Но даже если на секунду отвлеклись, просто возвращаемся, не укоряя себя ни в коем случае. Вот таким вот образом выполняется медитация. То есть основа медитации — это внутренняя гармония и вот это пристальное восприятие, когда мы просто удерживаем мысленный взгляд или зрительный взгляд с помощью глаз на каком-то объекте. То есть это может быть свет, это может быть энергия в теле, это может быть раскручивающийся какой-то свет в чакре. Ну вот в целом я попытался разграничить несколько пониманий того и другого. Сразу скажу, что техники концентрации, они проблематичные от начала и до конца. Я никому не советую выполнять медитации в стиле концентрации. Учитесь созерцать. Созерцать как в сидячих позах, так же и во время наших повседневных каких-то действий. На сегодня, я думаю, достаточно. Ом. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова